Ну вот вы пишете в газете 10 декабря, учителям повысит за оплату. Финансовая комиссия Риги Кугу поддержала предложение министра образования, а не финансов, вот его стоит опечатка. Повысить с 1 января 2015 года минимальную ставку оплаты труда школьного учителя до 900 евро в месяц. Можете немного подробнее, это минимальная ставка? Это минимальная ставка зарплаты на сегодняшний день. В этом году она составляет 800 евро в месяц, мы говорим о Брутто и о школьном учителе. Со следующего года удастся поднять минимальную ставку на 12,5% до 900 евро. Это рост зарплаты учителей в следующем году будет в два раза быстрее, чем рост зарплаты в общем по стране. В общем, зарплаты в стране вырастут на 6%. Конечно же, здесь мы понимаем, что в ситуации, где в Эстонии, с одной стороны, очень хорошие квалифицированные педагоги, с другой стороны, средний возраст учителя Эстонии 48 лет, то, конечно же, в перспективе 10-15 лет у нас серьезная проблема с кадрами в школах. И для того, чтобы привлечь самых способных и мотивированных учителей в школы, конечно же, мы должны их труд достойно оплачивать. И на уровне государства уже в государственной стратегии, в принципе, поставлена цель зарплаты учителей к 2017 году. Это уровень, которого мы хотели бы достичь для того, чтобы действительно эта профессия была бы привлекательной для молодых людей. И это могло бы быть 120% от средней зарплаты, что на сегодняшний день тогда означало бы на 20% выше зарплаты, чем она у нас на сегодняшний день. Если мы говорим о зарплате учителей, то 800 евро в этом году и 900 евро в следующем году – это минимальная ставка. Но на каждого учителя государство рассчитывает дополнительно 20% к этой сумме. То есть в этом году это 960, 800 евро плюс 20%, в следующем году это 1080, 900 евро плюс 20%. То есть мы выделяем местным самоуправлением в следующем году на каждого учителя 1080 евро. И тогда сама школа, директор школы имеет право тогда дифференцировать зарплату учителей, тем, кто более опытный, выполняет более качественную работу, работают с большей нагрузкой, им можно платить больше, тем, кто работает с неполной ставкой или по каким-то другим причинам. Если директор считает, что их можно меньше мотивировать, то эта возможность у директора тогда в принципе существует. Но государство со своей стороны выделяет тогда в среднем на каждого учителя 1080 евро со следующего года. Но единственное, что государство со своей стороны однозначно предписывает, это минимальная ставка зарплаты учителя. То есть учителя с полной ставкой не может со следующего года получать менее 900 евро в месяц. Наверное, год назад или 80 назад к нам даже обращались педагоги, чтобы мы через газету узнали в нашем отделе культуры, почему все-таки после определенного повышения зарплаты, которую все восприняли на бумаге с большей радостью, вдруг оказалось, что они стали даже меньше получать. То есть она говорит, мы думали, что мы теперь в своих листочках о зарплате получим такую-то сумму, и вдруг все получили гораздо меньше. И нам отдел культуры очень подробно, досконально даже взяли сами за труд, сами написали этот материал, потому что сказали, знаете, вы как журналисты не разберетесь во всех наших туда-сюда, туда-сюда. Мне объяснили, почему вдруг оказывается все-таки меньше. И плюс из разговоров, да, знаете, да, эту ситуацию, может быть, вам писали, и из разговоров просто с реальными учителями, просто с своими знакомыми, да, когда я сказала, то у вас сейчас такие зарплаты, она говорит, да, это вот в газетах вы пишете, что у нас такие зарплаты, значит, основываясь на материалах информационных агент. А на самом деле начинают мне говорить. Вот тут мне нагрузку снизили, да, вот здесь, значит, с меня вот это сняли, и я стала получать еще меньше, чем было, а на самом деле все думают, что у нас такие зарплаты. Вот вам знакома эта ситуация на местах? Что это такое? Конечно, но это все же не информация новостных порталов, это постановление правительства, то есть учителю с полной ставкой менее 800 евро в этом году и менее 900 евро в следующем году, то это нельзя. Правда, в этой ситуации, где государство при поддержке местных самоправлений, мы рассчитываем с оптимальной школьной сетью, то есть, что в принципе логично у нас, большинство школ в государстве являются муниципальными, то есть владельцами этих школ является город или Волость. Мы не, то есть министерство и государство не контролируют, какие школы открываются, закрываются, как их содержат и так далее, это все местный вопрос. Государство со своей стороны поддерживает в первую очередь зарплату учителей, то есть выплачивают зарплату учителей через местное самоправление. Но при этом мы, конечно же, рассчитываем, что город в планировании своей школьной сети делает разумные решения и содержит у себя на зарплате нужное количество учителей. Нужное означает, что их должно быть достаточно для того, чтобы преподавать все предметы всем детям, но с другой стороны, что их и не слишком много, потому что фонд зарплаты, в принципе, у нас единый, чем больше у нас учителей, тем сложнее, конечно же, всем выплачивать эту зарплату. Поэтому во многих местных самоправлениях, в том числе и в Нарвии, конечно, создается ситуация, где школьная сеть не отреформирована, об этом уже не первый год говорится. У нас 700 гимназистов, в Нарвии 7 гимназий, такого, я думаю, в Эстонии больше нигде нет. И, конечно же, это означает, что во многих гимназиях учителям просто не хватает полной нагрузки. И если им не хватает полной нагрузки, и полной нагрузки им не хватает из-за того, что нет достаточно учеников. Если бы гимназии были объединены в большую гимназию, то у учителям получилась бы и полная нагрузка. Но их стало бы меньше. Вероятнее всего, да. В конце концов, если мы посмотрим на тенденцию снижения количества учеников в Эстонии, то у нас за последние 10 лет количество учеников снизилось на 20-30%, количество учителей снизилось всего лишь на 10%. Поэтому у нас на сегодняшний день по всей стране 14 тысяч учителей, но 10 тысяч полных рабочих мест. То есть, можно сказать, что у нас 4 тысячи учителя, которые, в принципе, в этой схеме не получают однозначно полной нагрузки. На самом деле их даже больше. У нас 20% ученителей работают со ставкой менее 0,5. Поэтому, конечно же, в долгосрочной перспективе учителей в Эстонии будет меньше, до тех пор, пока у нас учеников становится все меньше и меньше. Но это не означает, что обычно сразу люди боятся, что вот теперь будут увольнять педагогов и так далее. Если мы опять же посмотрим на средний возраст педагога, 48 лет в среднем, в Нарве выше 50 лет средний возраст, то в ближайшие 4-5 лет процентов 10-15 наших педагогов просто уйдут на пенсию добровольно и на заслуженный отпуск, отдых. И в этой ситуации, если эти реформы спланировать на несколько лет вперед, то таким образом, что все люди, и педагоги, и ученики, и родители, и общественность понимают, какие школы в каком году, в каком виде будут работать, то никаких увольнений на самом деле не нужно. Просто людям нужно дать перспективу, какие будут изменения в долгосрочном плане, для того, чтобы можно было свои планы выстраивать. На сегодняшний день педагоги многих школ в Нарве боятся, что следующего, 1 апреля, закроют их школу или закроют соседнюю. И останутся они без работы или останутся их коллега. Это тоже ненормальная рабочая ситуация. То есть, вместо такой ситуации, где все понимают, что школьная сеть в Нарве требует реформы, стоит эту реформу один раз сделать, таким образом, чтобы всем было понятно. И после этого, конечно же, будет значительно проще выплачивать достойную зарплату педагогам. Что касается второй части этого вопроса, то да, правда, многие школы недополучают, не только в Нарве, но и в Нарве в том числе, недополучают бюджетные средства для того, чтобы выплачивать минимальную ставку зарплаты. Именно, в первую очередь, в тех местных самоправлениях, где школьная сеть неоптимальная и у городских властей нет достаточно средств для того, чтобы эти зарплаты выплачивать, то бывали случаи, где директора в одностороннем порядке, в принципе, в одностороннем порядке, просто понижают ставку. То есть, трудовые обязанности остаются теми же. То есть, состав работы и рабочей недели никак не меняется, но ставка поднижается. И это, в принципе, конечно же, противозаконная ситуация. И здесь, к сожалению, опять же, министерство, поскольку мы не являемся владельцем школы, то напрямую никак воздействовать на это не можем. Но это, в принципе, нарушение трудового права, и с этим можно обращаться в инспекцию труда, она называется.